КОНЕЦ КОНЕЦ За годы пятилеток неизмеримо возросло движение на улицах городов и дорогах нашей Родины. КОНЕЦ Особенно повысилось движение автотранспорта. Автомобильный парк нашей страны непрерывно пополняется новыми марками отечественных машин, обладающих высокими техническими скоростями, маневренностью и большой грузоподъемностью. КОНЕЦ Директивами 19-го съезда КПСС по пятилетнему плану предусматривается рост грузооборота автотранспорта на 80-85% и дальнейшее увеличение объема пассажирских перевозок. КОНЕЦ Все это требует высокой дисциплины и строгого порядка в движении, как в городах, так и в сельской местности. КОНЕЦ Там, где отсутствует надзор за движением, не исключены случаи дорожных происшествий, влекущих за собою повреждения транспорта, порчу грузов и даже человеческие жертвы. КОНЕЦ 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 Надзор за движением организуется с учетом неблагополучных по аварийности улиц и участков шоссе. КОНЕЦ При этом учитывается время суток, когда имели место дорожные происшествия. КОНЕЦ На основании изучения состояния аварийности разрабатывается дислокация постов регулирования и надзора за движением. КОНЕЦ Доложите, как организована служба на завтра. Разрешите пояснить на плане, товарищ майор. ПОЖАЛУСТА Службу надзора за движением предполагается организовать на завтра следующим образом. ПОЖАЛУСТА В начале Семеновского шоссе будет нести службу сержант Михеев. ПОЖАЛУСТА На перекрестке Садовой и вокзальной улиц надзор осуществляет сержант Петров. ПОЖАЛУСТА В районе трамвайного кольца старший сержант Титов. ПОЖАЛУСТА На окраине города, в деревне Марфино, несет службу сержант Федотов. Старший лейтенант Николаев и лейтенант Семаков осуществляют надзор в районе своих участков совместно с членами бригады содействия милиции. ПОЖАЛУСТА Лично я буду вести надзор от Светлова по основной магистрали города до восьмого километра Семеновского шоссе. ПОЖАЛУСТА Завтра там ожидается большое движение в связи с доставкой грузов на строительство. ПОЖАЛУСТА Понятно. Учтите, товарищ Смирнов, с завтрашнего дня будет установлен милицейский пост у химзавода вблизи железнодорожного полотна. Дополнительно проинструктируйте постового сержанта Федорова, чтобы он принял участие также и в надзоре за движением. Пусть обратит особое внимание на соблюдение водителями правил пересечения железнодорожного полотна. ПОЖАЛУСТА 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 Но и всех работников милиции, постовых, патрульных, участковых уполномоченных. Чтобы хорошо выполнять свои обязанности, каждый из вас должен, в первую очередь, изучить вот эту памятку. В ней отражены все основные вопросы по надзору за движением транспорта и пешеходов. ПОЖАЛУСТА Надо четко знать правила движения, дорожные сигнальные знаки, изображенные на этой таблице, и уметь определять марки автомобилей. Занятие на эту тему проведет с вами инспектор дорожного надзора, старший лейтенант Смирнов. ПОЖАЛУСТА Садитесь. ПОЖАЛУСТА Постовые и патрульные милиционеры должны обращать больше внимания на выполнение правил движения пешеходами и пассажирами транспорта. Разберем один характерный пример нарушения правил движения. Прошу всех подойти сюда. ПОЖАЛУСТА Идет трамвай. В стороне от него автобус. Легковой автомобиль обгоняет автобус. В это время из трамвая на ходу спрыгивает пассажир. ПОЖАЛУСТА Что может произойти? ПОЖАЛУСТА Или автомобиль собьет человека, или, если водитель успеет повернуть, столкнется с трамваем или автобусом. ПОЖАЛУСТА ПОЖАЛУСТА А теперь несколько слов об автотранспорте. В нужных случаях каждый из вас должен уметь остановить автомобиль, соблюдая при этом личную предосторожность. Взгляните на эту фотографию. Представьте себе, что автомобиль едет со скоростью около 60 км в час. Милиционер преградил ему путь в 30 метрах и дает сигнал остановиться. Что может произойти? При такой скорости автомобиль проходит в одну секунду в 16 метров. Шоферу нужно какое-то время, чтобы заметить сигнал, сообразить и затормозить. Предположим, что на это потребуется полторы секунды. За это время автомобиль пройдет 24 метра. Но это не все. Представьте, что шофер затормозил. Пока сработают тормоза, пройдет какой-то промежуток времени. А автомобиль продолжает двигаться. Но и это еще не все. Даже при полностью исправных тормозах, автомобиль пройдет по инерции значительное расстояние. Тормозной путь. При скорости 60 км в час по сухой дороге тормозной путь составит 24 метра. На увлажненной дороге уже 36 метров. А на обледеневшей почти 100 метров. Вот почему, останавливая автомобиль, вы не должны становиться на его пути. Ваше место справа или слева от опасной зоны. Теперь поговорим о проверке водительских и путевых документов. У водителя вы должны требовать три документа. Вот они. Путевой лист. Талон технического паспорта и водительское удостоверение. Езда без этих документов запрещена. Старший сержант Титов, объясните, как надо проверять путевой лист. В первую очередь я смотрю в верхний левый угол листа. Там должен быть оттиск печати или штамп организации, который принадлежит автомобиль. Название организации и ее адрес. Кроме того, должны быть обозначены марка автомобиля, его номерной знак, а также номер прицепа, если он есть. В правом верхнем углу должны быть подписи. Механика гаража и шофера, удостоверяющие техническую исправность вышедшего из гаража автомобиля. Затем я проверяю, в чьё распоряжение направлен автомобиль, откуда и куда он едет, какой груз везет и сколько его. В путевом листе должно быть также обозначено время выезда автомобиля из гаража. А потом я сверяю данные путевого листа с машиной, ее маркой, номерным знаком, типом кузова. Вы все перечислили? Как будто все, товарищ майор. В путевом листе обязательно указывается фамилия водителя. Представьте себе, что вы задержали похищенный автомобиль. Сравнив запись в путевом листе с водительским удостоверением, вы установите, кто настоящий водитель. Так или нет? Так точно, товарищ майор. Садитесь. А теперь скажите мне... Старшина Васильев, какие документы должны предъявлять владельцы индивидуальных автомобилей? Технический паспорт или его талон и водительское удостоверение. Что указывается в талоне технического паспорта? В нем указывается фамилия владельца или название организации, которой принадлежит автомобиль, тип и марка автомобиля, номерной знак, а также номера двигателя и шасси. Хорошо. Садитесь. Кто расскажет о водительском удостоверении? Может быть, вы, сержант Петров? Проверяя водительское удостоверение, я в первую очередь устанавливаю, соответствует ли лицо предъявителя лицу, изображенному на фотографии. Затем проверяю талон при удостоверении. Если талона нет, удостоверение недействительно. Что обозначают талоны? Талон номер один обозначает, что у водителя нарушений не было. Если этого талона нет, значит, совершено нарушение, и он должен быть заменен талоном номер два. При повторном нарушении талон номер два заменяют талоном номер три. Кроме того, на верхней кромке талона делается просечка специальным компостером. Круглая просечка обозначает, что владелец удостоверения был предупрежден об ответственности за нарушение, а треугольное о том, что подвергался денежному штрафу. Круглая просечка Субтитры создавал DimaTorzok 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 На пусту все в порядке Сейчас на многих предприятиях заканчивает работу первая смена Обратите внимание на соблюдение пассажирами правил пользования трамваем И не допускайте проезда на подножку Субтитры создавал DimaTorzok Постовой сержант Петров В чем дело? Несмотря на мое предупреждение Вы все же нарушили правила движения Я вынужден вас оштрафовать Меня? Именно вас Разве вы не знаете, что на ходу из вагона прыгать нельзя? Субтитры создавал DimaTorzok Давай, Вабьер! Субтитры создавал DimaTorzok Где у вас бригадир? Внизу, под мостом Бригадир вы? Я А что случилось? Участковый и уполномоченный лейтенант Симаков Слушаю вас Почему не ограждаете место работ? Эка ведь говорил же я Филатов Почему знак не поставили? Двадцать раз вам что ли напоминают? Сейчас делаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты нарушаешь правила движения? Ты знаешь, как полагается ездить на велосипеде по улице? Знаю Как твоя фамилия? Рябышки Имя? Владимир Товарищ лейтенант, честное слово, товарищ лейтенант Честное слово, я не буду больше Придется сообщить родителям и директору школы, где ты учишься, о том, что ты нарушаешь правила движения Обещаю, товарищ лейтенант, никогда этого не повторится Посмотрим Как будет выполнено это обещание Спасибо, товарищ старший лейтенант Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Придется грязных машин вообще запрещено А ваша машина настолько грязна, что даже трафарета на бортах нельзя прочесть Торопился я, товарищ сержант Не успел помыть Приведите машину в порядок Сейчас будет сделано Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ старший лейтенант Постовой сержант Михеев Я остановил грязный автомобиль Водитель приводит его в порядок Правильно поступили Товарищ водитель Подойдите сюда У машины и тормоза не в порядке Посмотрите на следы колес Тормоз правого колеса работает хорошо При торможении колесо перестало вращаться И оставило ярко выраженный след А левое колесо при торможении вращалось След почти не виден Правильно Сейчас исправим Субтитры создавал DimaTorzok Управлять грузовыми автомобилями Перевозящими людей Разрешаются шофером первого и второго класса А в отдельных случаях Шофером третьего класса Со стажем не менее двух лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ старший лейтенант Задний крючок на правом борту отстегнут В кузове восемь человек пассажиров и груз Незакрепленные бочки Скамеек для пассажиров нет Что это за люди Да вот, товарищи полномоченные Граждане просили подвезти Не по правилам везете Груз не закреплен Может людям ноги переломать На первом ухабе Бортовой крючок отстегнут Не доглядела, товарищ лейтенант Извиняюсь А крючок и груз Погодите Куда едете, граждане? Мы до Марфина До Демидовкия А мне недалеко Километров пять В путевом листе указано Что вы везете груз в Светлова Это совсем противоположное направление Как вы попали сюда? Да я за краской заезжал К завхозу Эта поездка в путевом листе не обозначена Придется вам отправиться со мной В отделение милиции Для выяснения КОНЕЦ 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 Докладывает сержант Федотов. Сейчас в зоне поста я задерживал автомобиль СИ-150, шедший с большой скоростью. Водитель не остановился. Автомобиль скрылся по направлению к центру города. Номер записали? Не удалось. Мешал брюзент, закрывающий трафарет. Но я успел заметить, что у автомобиля разбита правая фара, сильно помято правое крыло и поврежден правый борт. Понятно. Можете идти на пост. Командир отделения РУД, лейтенант Шилов у телефона. Говорит ответственный дежурный лейтенант милиции Иванов. Оповестите вашу постовую сеть о задержании автомобиля СИ-150. Приметы такие. Разбита правая фара, помято правое крыло и поврежден правый борт. Свесившийся с заднего борта брюзент закрывает трафарет. На шестом километре перевернулась машина. ЗИС-5. Я подобрал шофера и везу его в больницу. Он в тяжелом состоянии? В тяжелом. У автомобиля кто-нибудь остался? Была там одна гражданка, свидетельница происшествия. Я попросил ее остаться, пока милиция не прибудет. Правильно поступили. Спасибо. Как ваша фамилия? Сычев. Иван Семенович. Как только доставите пострадавшего в больницу, заезжайте в отделение милиции, чтобы написать показания. Да, да. На шестом километре. Пострадавшего увезли в больницу. Сейчас я доложу начальнику отделения, а вы немедленно выезжайте на место происшествия. КОНЕЦ КОНЕЦ Придевите документы. КОНЕЦ КОНЕЦ Присмотрите. Да. Слушаю. Пьян. Следы свежих поломок? Яна. Поручите бригадмильцу Курову доставить автомобиль в отделение, а сами срождайте шофера в кузырь. Шоферу управлению не допускайте. Продолжение следует... Должны быть собраны и сохранены. Нужно произвести замеры в проезжей части дороги, обочин, тюветов и других расстояний, необходимых для составления документов, восстанавливающих картину происшествия. Транспорт, потерпевший аварию и грузы, должны сохраняться от расхищения. Нельзя допускать задержек в движении транспорта и пешеходов. Если позволяют условия, следует организовать объезд, чтобы сохранить следы и обстановку на месте происшествия. Основным документом является протокол о дорожном происшествии. В нем указываются сведения о транспорте. Характеристика пути и состояние погоды. Дается краткое описание происшествия и сопутствующих ему обстоятельств. Перечисляются найденные вещественные доказательства. Даются сведения о водителях транспорта. Пассажирах и пострадавших. А также фамилии и адреса очевидцев происшествия. Протокол обязательно должен быть подписан понятыми и водителями-участниками аварии, если они присутствуют на месте происшествия. Дополняющая протокол схема дорожного происшествия должна отражать общий характер окружающей местности, направление движения транспорта, положение его до происшествия, во время происшествия и после него. На схему наносят следы торможения, положение пострадавших, места, где найдены вещественные доказательства и другие данные. Кроме этого, обозначаются в метрах ширина проезжей части, обочин, кюветов, ширина и длина оставленных следов и другие необходимые расстояния. Третий документ, протокол осмотра транспорта, является важным доказательством участия в происшествии того транспорта, который совершил нарушение. Протокол осмотра следов транспорта очень важен в тех случаях, когда виновник происшествия скрылся вместе с автомобилем и не был задержан органами милиции. Протокол и приложенные к нему фотоснимки, зарисовки и слепки, на которых выявлены характерные особенности следов, дают возможность вести розыске скрывшегося автомобиля в гаражах и автохозяйствах. Необходимо выявить очевидцев происшествия, тщательно опросить их, записать их показания, а также фамилии и адреса места жительства. Шофер признался в совершении аварии? Так точно, товарищ майор. Справки о медицинском освидетельствовании пострадавшего виновного получены? Так точно, вот они. Кроме того, из научно-технического отделения получен акт экспертизы осколков стекла. Установлено, что осколки стекла на месте происшествия принадлежат разбитому рассеивателю фары задержанного автомобиля. Вот фото таблицы совмещения осколков. Спасибо. Картина происшествия сна. Будем привлекать виновного в судебной ответственности. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... В путевом листе ни пассажиры, ни груз не указаны. Откуда они? Да это рабочие из нашей базы. Картошку домой везут. Просились подвезти, ну я и... Что везете, граждане? Мы товарищу полномоченные сапоги везем на склад из артели. Хороша картошка. Ваши документы. А где вы работаете? Мы-то сами не из артели. Это товарищи наши из артели. Просили передать на склад. Им, значит, при выходной неохота в убор. Вот они и просили. Товарищ Чернов, поехали. Садитесь. Круглые сутки несут свою почетную службу работники милиции. Зорко наблюдая за порядком в движении, они предотвращают происшествия, плекущие за собой человеческие жертвы, порчу грузов, повреждения транспорта. Охрана безопасности движения на улицах и дорогах нашей Родины являются задачей большой государственной важности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова